О ситуации в Авдеевке и вокруг нее прямо сейчас поговорим с начальником Авдеевско-городской военной администрации Виталий Барабаш в нашем эфире. Виталий, здравствуйте. Спасибо вам, что нашли время для Freedom в такое тяжелое время. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Героям слава. Виталий, итак, хочется поговорить еще о детях. Вот эти последние ваши сообщения о том, что детей все-таки удается вывезти, 15 лет парню вывезли, 15-летнего, 17-летнего подростка. А вот если говорить еще об этом мальчике, которому 12 лет, известно ли его местонахождение, почему родные отказываются пока вывезти его? К сожалению, нет. Неизвестно его местонахождение. Родители, ну, отец с матерью живут, скажем так, в своем доме. Постоянно ведется с ними эти беседы по поводу все-таки, чтобы они вывозили ребенка. Рассказывают они какие-то небылицы, что ребенок выехал каким-то родственникам, у которых нет ни телефона, ни адреса проживания, ни фамилии, имя, отчество. Ну, то есть, однозначно какие-то сказки рассказывают. Ребенок где-то находится в городе, где-то они его прячут. Прискорбные, ну, как бы-то там несколько моментов. Первое, то, что они себя так ведут, я имею в виду родителей. Второе, что они несколько дней не видят ребенка. То есть, они понимают, что мы действительно уже следим за ними, и они не выходят практически из дому, соответственно, не видя своего ребенка. То есть, этот ребенок сам где-то в этом большом, ну, вернее, сам в городе, который ежедневно подвергается сейчас обстрелам? Я не могу утверждать, что он сам, скорее всего, он не сам, скорее всего, то ли у каких-то знакомых, то ли у каких-то друзей, то ли у каких-то дальних родственников. Потому что ближайшее окружение родственников, всех проверили, ни у кого их, мальчика нет. Ну, вот, насколько поражает вот это действительно преступное, наверное, такое отношение к собственному ребенку. Знаете, и тоже вот я в одном из эфиров, ну, и, наверное, во всех эфирах говорю о том, что вот те, которые родители остались и живут в городе, и так себя ведут, это однозначно люди, которые там ждуны, да, так называемых, называют ждунами. И, там, в социальных сетях, там, кое-кто из родителей, которые, там, выехали из города, ну, чуть ли не принудительно, да, начали писать, что вот, это неправильно, мы не ждуны. Ну, а как вас подробно назвать, если вы, ну, вот, смертельной опасности подвергаете своих детей? Это ждуны, и тут надо четко понимать, что все равно, ну, одно дело отвечать в рамках, там, скажем так, юридических, да, по законам, за какие-то вещи, потому что мы же все прекрасно понимаем то, что мама Данила, пятимесячная, которая появилась, она будет отвечать за это. Это всем понятно, потому что уголовное дело уже заведено, и идутся в следствие. Действительно, полиция принципиальную позицию заняла, что это дело не отпустят, то есть, в тормозах его не спустят, однозначно его доведут до конца. Но есть же и другая сторона медали, да, о том, что, ну, это ж моральная сторона, вы перед, не знаю, перед Богом, перед своими родственниками, как вы будете отвечать, если вот такие вещи, не дай Боже, происходят? Виталий, расскажите, пожалуйста, о детях и семьях, которые выехали из Авдеевки. В каких условиях сейчас они находятся? Естественно же, они находятся не в зоне боевых действий, могут спать спокойно и чувствовать себя в безопасности. Да, кто уехал, кто остался, ну, большинство все равно остается в пределах Донецкой области, в более спокойных громадах. Но вот общаясь через работников, службы по делам детей, общаясь через них, ну, то есть, назад никто не хочет ехать. Даже так. А скажите, вот мы перед нашим разговором сказали, что сейчас город в красной зоне, туда закрыт доступ и журналистам, в том числе и местным жителям. Были ли случаи за последние месяцы, когда кто-то из местных все же пытался прорваться в свои дома и остаться жить в Авдеевке под обстрелами? По поводу красной зоны, я хотел бы немножко ясности внести, да, то есть, это касается в первую очередь журналистов и определенной категории волонтеров. Не все волонтеры, то есть, большинство волонтеров, которые действительно заезжают и помогают, они работают вообще без проблем. Никто им, наоборот, даже большое спасибо им. А что касается местного населения, то у них нет никакого запрета на въезд в город. У нас нет ни одного механизма, который бы запретил им въезжать. То есть, люди, в принципе, жители города могут спокойно заезжать, выезжать в город, ну, опять же, спокойно, имея в виду, там, постоянно под обстрелами. Что касается, возвращались ли, ну, последние месяца полтора-два точно таких случаев нет. Перед этим были, да, буквально там пару месяцев назад еще были случаи, когда коммунальщики наши были все еще в полном составе в городе, то приходили люди и спрашивали, а где можно зарядить телефон. То есть, это местные жители, которые выехали с самого начала полномасштабной войны, но вот уже после Нового года вернулись. Это были единичные случаи, но не были. Но, повторюсь, уже, наверное, месяца полтора, ну, точно таких случаев нет, потому что люди видят, что происходит. Каждый день эти ракетные удары, вчера ракетные удары, сегодня ракетные удары с утра были. И, ну, вот, наверное, там, ну, через день это точно у нас по одному из, там, многоэтажных зданий его складывают. Или административное здание, или жилой дом. То есть, ну, вот, если так статистику, условно, через день у нас, ну, через день дом какой-то у нас реально там складывают. Виталий, при этом мы понимаем, что сейчас в городе остаются люди. Вы неоднократно говорили, что их в районе двух тысяч человек сейчас находятся в Авдеевке. Некоторые рассказывают тем же журналистам, которые имели доступ и снимали там сюжеты, что сидят в подвале без туалета, без воды, мерзнут и умирают. Так описывала свою жизнь одна из жительниц Авдеевки. Но уезжать при этом тоже не хотят. Полицейские говорят, что если будет хотя бы один желающий, то за ним приедет транспорт. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация в других вот прифронтовых громадах? Знаем, что из поселка Нью-Йорк буквально накануне эвакуировали также семью с шестью детьми. Ну, скажем так, ситуация по фронтовым громадам, она плюс-минус одинаковая. Понятно, что если взять, например, про Маринку, мы уже не говорим, там мирных жителей уже не осталось, они все выехали. Допустим, Маринская громада, это Красногоровка, следующий населенный пункт, там еще люди есть. То есть там плотность огня, ну, примерно такая же, как и по Авдеевке. Если взять, ну, например, Очеретинскую громаду, это наша соседняя громада, то до недавнего времени в Очеретино, ну, скажем так, прилетало раз, может, два раза в неделю, ну, что-либо вообще прилетало. То последнюю неделю, ну, не знаю, по нескольку десятков обстрелов за сутки по Очеретинской громаде. Ну, опять же, если брать городские громады, то ясно, что люди живут плюс-минус в тех же условиях, как и в Авдеевке. Если брать сельские громады, то там, ну, в большей степени мы понимаем, это собственные дома частные, в которых люди живут, несмотря на обстрелы. Иногда, когда начинаются обстрелы, успевают спрятаться в подвал. Ну, и снова же, ну, какая там несущая способность этих подвалов сельских? Да, мы понимаем, что там даже, ну, не надо говорить про какие-то ракетные удары серьезные, те же, не знаю, там, стульная артиллерия, там, 152, ну, любой подвал, ну, однозначно разрушат. Люди живут в тех же условиях, но, опять же, Очеретина периодически, иногда бывает без света, но электричество в большей степени громады есть. Вода точно так же. Нью-Йорк, допустим, о котором вы ранее упомянули, в нем периодически не бывает электричества, в большей степени электричество есть. Да, нет воды, но есть, опять же, скважины, есть колодцы, люди, ну, и та же служба ДСНС в Торецкой громаде, у нее какая-то Торецкая громада, они еще, ну, все-таки иногда пытаются людям воду развозить. То есть там немножко легче, но, опять же, легче на сколько, да, то есть сегодня, вот сейчас условно тихо, а через, там, час, ну, там, там, там пекло, ну, Очеретина за последнюю неделю, повторюсь, их там, ну, десятки раз в сутки обстреливают, практически каждый день у них есть раненые, погибшие по Очеретину, хотя еще до недавнего времени более-менее спокойно было в Очеретинской громаде. Условий нет, да, это видео, я видел это видео, о котором женщина говорила, ну, и вот как после этого не сказать, что это ждуны, да, что еще можно ждать, ну, какие еще условия нужно людям создать, ну, я не знаю, антиусловия, наверное, такое слово, чтобы люди все-таки приняли решение, ну, в таких ситуациях, ну, мое личное мнение, людей держит какая-то идея. Но другого объяснения, как идея ждать, я не нахожу. Виталий, а скажите, есть ли у этих людей, которые сейчас сидят, возможно, да, мы понимаем, что нет, не всегда есть свет, доступ вот в интернет, к телевидению, видят ли они, что происходит в соседних громадах, в том числе, возможно, видели ли они признание вагнеровцев, которые рассказывали о том, что они творили, когда заходили в тот же Солидар и в другие населенные пункты в Донецком регионе, как они расстреливали, убивали пенсионеров, детей, как зачищали подвалы, как расстреливали своих военнопленных. Такая информация доходит для людей, они понимают, что они могут стать живыми мишенями для этих оккупантов. Ну, что касается жителей нашей громады, то однозначно у них нет интернета, однозначно у них нет, ну, скажем так, возможности телевидения, потому что нет электричества. Тот волонтерский пункт, который у нас есть, там, да, поставили телевизор. То есть кто-то приходит, но, опять же, это малый процент. Сейчас в городе порядка 1800 местных жителей. Больше, ну, не знаю, процентов 50, это точно люди преклонного возраста. Они, ну, в большей степени даже сами за гуманитарной помощью не приходят. Им или соседи более молодые эту гуманитарную помощь привозят, или мы развозим, ну, или волонтеры, скажем так. Понятно, что, ну, один телевизор в городе, который работает там посредством Старлинка, да, для них это, скажем так, ну, роскошь. Роскошь. Информация эта не доходит, ну, как бы-то полиция, там, тот же Белый Ангел. Сейчас, когда ведут с людьми разговоры, представители военной администрации, волонтеры, мы с ними тоже договорились, чтобы они это видео скачанное показывали на телефонах людям. Но реакция обратная, ну, она, в принципе, прогнозируемая. Да, это постановочное видео, это специально снято, такого быть не может. Как может вообще взрослый человек убивать ребенка? Ну, то есть люди в это не верят. Ну, к сожалению, к сожалению, вот, опять же, мотивы, да, почему люди сидят, оно как бы-то одно за другое цепляется. И, как следствие, люди не верят в очевидные вещи, которые, ну, весь мир верит, они не верят. Скажите, мы знаем, что в Авдеевке уничтожена, да, вот, по максимуму критическая эта инфраструктура, гуманитарная ситуация непростая, работает в городе больница и даже несколько магазинов сейчас. Возможно, вот за эти даже последние островки цивилизации сейчас держатся местные? Больница работает, да, два врача, четыре медсестры, четыре младших медсестры находятся в городе. По поводу магазинов остался один магазин, всего лишь, да, один магазин. И, возможно, из-за этого в том числе, из-за того, что гуманитарная помощь, она все-таки приезжает в город. Вот, знаете, ну, много разговоров по поводу, ну, вот, объективно, даже люди и военные об этом говорили, некоторые, и даже общественные деятели кое-какие, даже те волонтеры, которые к нам в том числе заезжают в город, говорят, а зачем вы это делаете? Пока вы будете возить, они будут сидеть там. Ну, то есть, знаете, там, ну, прямо никто не говорит, что нужно там перекрыть поставки гуманитарной помощи в город. Но все на это намекают, ну, не все многие на это намекают. Понятное дело, что пока останется хоть один человек в городе Авдеевка, мы будем возить эту помощь, мы будем, и больница будет работать, насколько это возможно, и коммунальщики, насколько это возможно, будут и воду качать, и мобильную вышку запускать. То есть, ну, мы живем в правовом государстве, и одной из ценностей государства – это и есть его люди. Несмотря на то, что они, ну, кто-то из них имеет какую-то там позицию, которая, там, не знаю, заблуждаются люди. То есть, мы обязаны, у нас есть свои функциональные, там, так сказать, свои обязанности функциональные, которые на нас положены, и мы будем их выполнять. Будут люди сидеть, будем вывозить. Понятно, что хотелось бы, чтобы все по максимуму выехали, облегчив и нам, и в том числе и военным, ну, в принципе, да, работу. Но, тем не менее, сидят, будем возить. К сожалению, так. Виталий, скажите, вы также упомянули о том, что сейчас практически раз в неделю какой-то дом, да и складывается в результате удара российской оккупационной армии. В целом, насколько сегодня вы можете оценить вот разрушение в городе? Сколько жилой постройки уже разрушено оккупантами? Ну, не знаю, мне кажется, уже процентов под 90, это точно. То есть, это сотни домов. Похожая ситуация на тот же Мариуполь, на ту же Марьянку, на тот же Баку. Ну, порядка 225 многоквартирных, ну, высотных домов в городе и порядка, там, 5000, там, частного сектора. То есть, ну, вот, практически все уже разбито. Мы видели, что по Бахмуту сейчас оккупанты наносят удары авиабомбами. Накануне авиаудар был и по Волчанску, Харьковской области. Разрушена также жилая застройка. Два человека погибли, по словам Олега Синюгубова. Насколько часто сейчас оккупанты бьют авиабомбами по Авдеевке? Ну, каждый день, несколько раз в день. Ну, вот, даже вчера, верховный главнокомандующий, находясь в Авдеевке, ну, вот, примерно в то же время, там, плюс-минус, был нанесен алиракетный удар по городу. И, ну, мы-то знаем локацию, это было, условно, по дороге непосредственно, где передвигался грант. Да, вот, если вы вспомнили уже приезд Владимира Зеленского в район Авдеевки на передовую, который штурмует и пытается сейчас действительно как-то окружить российские войска. Мы знаем, что он пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных, артиллерийских подразделений. Какое настроение у защитников города вот после визита президента в такие горячие точки? Ну, я только с одним из командиров пообщался после их встречи с верховным главнокомандующим. Однозначно, ну, настроение приподнятое. Такие визиты, да, они вселяют, ну, в первую очередь, эту уверенность в том, что, знаете, как на передовой, когда ты несколько месяцев из окопов реально не вылезаешь, и складывается впечатление, что тебе все забыли, ты никому не нужен. И здесь президент лично, мы все видели ранто без бронежилета, без каски. Ну, действительно, и об этом, ну, даже в группах там пишут, ну, это действительно верховный главнокомандующий, это действительно президент, действительно приехал в одну из самых горячих точек на фронте, в отличие от этого ботексного. На арабатской стрелке, где-то в глубоком тылу, то под покровом ночи, да, то непонятно когда, да. Это действительно, есть уважение в войсках однозначно к верховному главнокомандующему. Уважение зашкаливает, и это видно, и, ну, вот я на этих кадрах, там, ну, многих из ребят, которые президент награждал, я знаю лично их, поэтому однозначно это подъем, подъем, и морального духа, и эмоциональный подъем, и, ну, такие вещи нужны, такие вещи нужны. Вами о том, из чего сейчас обстреливает город оккупанты, мы говорили, да, о авиаракетных ударах, но что еще используют, какую технику видят наши бойцы, что подвозят в район Авдеевки российская оккупационная армия? Так, бьют все, что у них есть в величии, начиная от системы РСЗО «ГРАД», разных зарядов, кассетных, зажигательных, бьют стольной артиллерией, минометные обстрелы, танковые обстрелы, уже упомянутые авиаракетные удары, ракетные удары просто. Ну, действительно, город стирается, действительно, позиции около города, они, ну, вот, последние несколько дней мы видим все-таки очередное увеличение количества обстрелов, как по городу, так и по позициям. То есть о снарядном голоде сейчас у оккупантов говорить не приходится? Не приходится, ну, вот, несколько дней назад было, там, у нас до 200 обстрелов по позициям около города, но уже 300 и чуть больше в последние несколько дней. По городу тоже было, там, как-то, несколько дней было, ну, там, 15, там, ну, максимум 20, уже за 30 в сутки. Поэтому снаряда голода нет. Скажите, а есть ли попытки ДРГ прорваться в район города и попадаются ли в плен оккупанты? И в целом, какие потери сейчас несут на Авдеевском направлении российская армия? Попытки прохода ДРГ были, и они, скажем так, не единичные. Ну, вроде как все нормально, всех, как будто все группы были выявлены, уничтожены, кто-то отошел, понятное дело. Насчет пленных, да, в плен попадаются, в большей степени, это чмобики, которые рассказывают одно и то же, что мы не знали, мы не хотели, мы не понимали. Ну, вот, знаете, напоминает историю... 24 февраля прошлого года, да? Да, год назад, вроде как уже пластинку нужно сменить, все уже понимают, что это даже смешно. Ну, а по, скажем так, по активности, ну да, есть, активничают они и по штурмовым действиям, то есть их тоже больше становится. А что можете сказать о их тактике? Как-то она меняется, не меняется? Малыми группами пытаются атаковать или нет? Малыми группами. То есть, понимаем, что вот уже практически грунты у нас подсохли. Понимаем, что, скорее всего, в ближайшее время начнется активизация, ну, использование бронетехники. И, Виталий, уточните, пожалуйста, еще о людях, которые находятся в населенных пунктах близ Авдеевки, но которые были в свое время оккупированы. Какая ситуация в этих населенных пунктах? Есть ли связь с этими людьми? В том же опытном, вы как-то говорили, что там оставалось порядка 12 человек, кажется. Связи с этими людьми нет, к сожалению. Ну, и все населенные пункты, вот, той же соседней Очеретинской громады, там, ну, очень много личного состава, и большая часть людей, которые оставались там после оккупации, они выехали в Ясиноваты, в Макеевку, в Донецк. И их дома сейчас занимают оккупационные войска? Да, да, именно так. Виталий, спасибо вам большое за эти комментарии, за оперативную обстановку на Авдеевском направлении. Напомню нашим зрителям, Виталий Барабас, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами в эфире Freedom.